Пофамильно знаю, кого-то можно выделить, но есть пара игроков, которые выделяются на общем фоне. Ну да, есть. Говорить, что там есть Месси, Рональдо или Головин даже, допустим, ну нет. Смысл разбирать пофамильно, поименно смысла нет. С кем из соперников, с которыми сборная Россия уже играла после остранения, можно сравнить Кубу по уровню? Если не секрет, как вы добывали матчей кубинцев? Насколько это было доступно? Как и любой сборной, абсолютно любой сборной, есть программы. А, ну понятно. Сегодня была полностью открыта тренировка, это значит, что нечего скрывать совсем? То есть я досмотрел до конца, была двусторонка, все упражнения, потом серия пенальти, я такого не помню. Вы посмотрели, вам понравилось? Да. Ну все прекрасно, для этого и сделано. То есть так будет всегда? Всегда нет, были бы у нас официальные матчи, понятно, что нет. И обратите внимание, что Соболев был недоволен вашим судейством, надо прибавлять. Соболеву надо прибавлять. Потому что в судействе может быть в арте. Соболеву надо прибавлять сто процентов. В чем? По всем. Ну там, там не был зафиксирован стопроцентный фолл. И команда Соболева, ну я. Соболев? Я поддерживаю его в его негодовании. Вы поддерживаете, обращайтесь в ВСК. Спасибо большое. В ВСК. В комиссию, да. В экспертно-судейскую. Да. Соболевич, вы при определении состава во многом упираетесь на количество его времени. Вот Соболеву его в последнее время не так много. Но несмотря на это он вызван. Можете объяснить почему? Во-первых, то, что он в сборной был. Был и есть и знает все требования. Раз, нам нужен большой нападающий на всякий случай, так скажем. Выбор тот, который сейчас есть. Если мы говорим про четырех, наверное, на данный момент нападающих. Которые соответствуют прямо сегодня. Это Чалов, Соболев, Сергеев и Тюкавин. Четырех нападающих вызывать на одну игру. И даже для тренировочного процесса. Не очень удобно. Поэтому выбор пал на них. То есть я правильно понимаю, что за третье место выбор был между Соболевым и Тюкавиным. Но вам нужен был большой... А за второе? Ну, Ичалов и Сергеев. А почему не Тюкавин и Сергеев? Ну, вы просто сказали, что нужен был большой... Еще и. Плюсом два Ичалов и Сергеев, так скажем, не подходят под эти определения. Как Соболев, условно. Не играют сейчас Соболев. Ну, так из тех, на кого я обратил внимание. Ну, сегодня Соболев и парень из Коснодара Волков, крайний защитник. Когда вы их вызывали, вы обращали на это внимание? Просто исходя из своих требований? Ну, Сильянов тоже не играл две последних, по-моему. Ну, как бы, ну, те требования или так, как они выглядели на последнем сборе, на Октябрьском, соответственно. И Волков с Камеруном, условно, и Сильянов тоже с Камеруном. И, опять же, зная они уже, понимая требования и зная все остальное, то есть, меньше времени уйдет на подготовку во время этого матча. И ведь после матча с Зенитом сказал, что Волков последний месяц-полтора в неидеальной форме, ему это не нравится. Что вы можете сказать о его форме? Я могу сказать, что мне нравится его форма. После одной тренировки могу сказать, что да. А дальше посмотрим. Он его каждый день видит, так что, может быть, свое, естественно, видение и понимание. У нас на данный момент, там, вот такое. Ну, возможно, требования и минусы, ваши требования и минусы Волкова, ну, как бы, вас не смущают. Говорят о том, что он вперед очень хорошо, просто квазит замечательно, а в обороне есть проблемы. Вы согласны с такой постановкой вопроса? Ну, что в атак очень хорошо, да, что в обороне есть проблемы, не согласен. Ну, опять же, это, там, у каждого тренера свое видение, свои требования. Я счастлив, что он в атаку любит, ходит, подключается, дай бог, что все так делали. Я правильно понимаю, что вот то, как играет Волков, то, как он играл в матче с Катаром, в том числе, бегая, подключаясь в атаку, это... Ну, и с Камероном. Да, и с Камероном. Это то, что, ну, громкое слово, идеал, но это во многом то, чего вы требуете у крайнего защитника. Ну, да, крайний защитник должен любить, уметь и хотеть атаковать. Многих удивилось, что нет ни одного футболиста «Динамо» на этом сборе, команда, которая закончила на третьем месте. Наверное, из кандидатов там в основном Фомин, Тюкавина и Скопинцев. Про Тюкавина мы уже сказали, Фомин травмирован. Ну, он уже восстановился, да. Но они попросили его не вызывать, потому что у него травмы. А «Динамо» попросил, получается. Да, ну, естественно. Ну, сколько он сказал? Ну, крайних защитников более чем на сборе, так что... Кого еще вызывать? Три фамилии. Все русские, которые играют, по-моему, в командах верхней части таблиц, они, по-моему, здесь. В Краснодаре играет Сафонов, Волков даже сейчас уже не играет. Все равно здесь Кривцов-Черников. В «Зените» играет Сергеев. С того? Ну, с того на замену выходит. Ну, вот именно. В «Спартаке» те, кто играет, тоже вызваны были. Ну, за исключением Игнатова. А? Игнатова. Ну, за исключением Игнатова никогда не вызывали, по-моему. Ну, почему? Вам не нравятся, не соответствуют требования? Есть те, кто сильнее. Честно говоря, это в позицию не понимаю. Например. Кто он? Какая позиция на поле? Сейчас он играет вторую форму, да? Окей, я могу играть левым защитником тоже. Играл. Моя позиция? Неизвестно. Если бы вы тренировали Игнатова в клубе на какую позицию? Если бы тренировал, тогда... Нет, не знаю. Если бы я тренировал, тогда подумал. Ну, то есть, я правильно понимаю, качество вам нравится? Есть определенные. Но вы не понимаете просто, какая позиция? Если у игрока, который играет в Спартаке, играет в премьер-лиге уже, по-моему, не первый сезон, какие-то определенные качества, конечно же, есть. Сто процентов какие-то есть. Как использовать? Пока не очень понятно. Мне лично. По Уткину ситуация ясна. Заболел. Я правильно понимаю, что он заболевшим выходил на Спартак? Ну, заболевшим нет. Приболевшим, можно так сказать. А зачем? Что значит зачем? Ну, если буллин, то не играй. Почему? Ну, потому что ты не в форме получаешь. Он полсборной играет. Нет, просто как бы в клубе приболел играет, а в сборной приболел езжай в клуб. Фомин, Литвинов, Зиньковский. Да. Та же самая история. Олег Ильич, когда вы комментировали для пресс-службы список, из наших игроков, которые играют за границей, вы высказались конкретно по Захаряну и по Миранчуку. Ну, кого не высказали. Да, но Бакаева, вы вообще как рассматриваете, следите за ним в Катаре, он является кандидатом в сборную сейчас? Или Катар... Эмират. 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 Появлять, так скажем, показывать реально, реально проявлять себя. Показывать тогда, конечно. Следим за всем, естественно, конечно. И для вас, по вашему мнению, это лучше, чем то, что было в Зените для Бакаева? Хотя он играет? Ну, если говорить про минуты, да, лучше про игровое время, ну, лучше, значит, да. А по его форме, по его игре? Ну, пока сложно судить, то есть давайте подождем еще раз, и уровень сопротивления, естественно, нужно принимать его внимание. Не играть одно дело, не играть даже, там, условно, в Италии, уровень сопротивления команд, или, там, в Испании, или во Франции. И другое дело, не играть, там, в Саудской Аравии. Сильно ли выделяется головина и кузяевный щек? Что значит сильно? Ну, я как бы не очень понимаю себя. Что значит сильно? На уровень выше остальных? На голову нет. Побыстрее принимают решение, посильнее на данный момент, ну да. Как раз уже говорили про тех, кто выпал из-за повреждений. Как раз сейчас остается 21 полевой игрок. Будут ли это заявки на какие-то? Нет же не будет. Я не совсем понял историю. Ну, продолжу вопрос по Упкину. Понятно, заболел. А что с Литвиновым и Зиньковским? То есть, у них, там, травмы. Есть повреждения, да. Есть повреждения. Есть травмы хронические, про которые еще говорили, по-моему, на том сборе. Не помню уже. Сентября, конечно. Не помню. На том сборе есть определенные, да. Да, для официального матча. Их готовят к официальному матчу. Дают паузу, там, 3-4-5 дней. И выходят на игру. Нам зачем смысл? Ну, то есть, я правильно понял, что если бы у нас был официальный матч, мы играли бы в отборе или в отборе, оба бы не отправили домой. Я не понимаю, делать не понимаю. Вот у нас были официальные матчи. Были, да? До стыковых. Вы играли в официальный матч при мне? Играли. Были, так вы такие вопросы задавали? Слушайте, я не помню, что было полтора года назад, что я задавал. Полтора года назад было. И вы забыли уже все. Конечно. Что 10 лет назад вы помните? А то, что полтора года назад... А вы знаете, что я помню, что 10 лет назад, Олег Георгиевич? Ну, то, что вы задаете вопросы. Какие? Которые были там 5 лет назад. А вот раньше было так, вот раньше было так. Да постоянно. Да нет. Нет. А чего вы будете вызывать? Я не спрашивал про него. Спрашивали. Хорошо. Спрашивали постоянно. Хорошо, да. Допустим. Если бы были, еще раз, если бы были официальные матчи, было все по-другому, как это и было. Это уже было при мне. Уже было. Что здесь непонятного? Вот как раз по спартаковцам, да, которые уехали из сборных в клуб, причине травм, была ситуация с Литвиновым. Когда, видимо, какое-то недопонимание случилось. У нас не было информации никакой. Да. После этой ситуации. Вот сейчас появилась информация, все, и он уехал. То есть, можно сказать, что между вами и протокол наладилось коммуникации или что-то поменялось? Между нами и протокол ничего не наладилось, как было, так и есть. То есть, они прислали письмо, в котором попросили, ну, и указали на эту хроническую травму, хроническую, давнишнюю, так скажем, проблему, все. У вас ощущение, что вот эта ситуация, то, что вот сейчас они уехали, говорит то, что правда все-таки на вашей стороне, а не на стороне Спартака? Все-таки, да? Ну, как будто бы, ну, когда вроде просто было два мнения сейчас. мнение может быть сколько угодно, но правда всегда одна. Или истина. Даже не правда, а истина. Даже в отличие от предыдущего раза, сейчас Спартак прислал письмо. Да. То есть, есть официальное письмо, где говорится о том, что мы просим. А тогда письма не было, и контакт был. Тогда ничего не было. Кого с кем? Ни у кого ни с кем не было. Никакого. Третий матч за год в России. В Волгограде, как вы думаете, соберется ли столько же много народа на сборную? Чувствуете ли вы, что она еще нужна для зрителей? Ну, надеюсь. Думаю, думаю, и надеюсь, что да, что да, соберется. Не знаю, полный стадион или нет, но большое количество. Сейчас вот только что сказали, опять же, даже не ясно, даже я не знал сколько, сказали, что вроде бы 22 тысячи билетов уже продано. На данный момент. Коллеги, давайте еще два вопроса. Рейтинг FIFA, известно, пойдет ли этот матч? В рейтинг FIFA, сколько замен предусмотрено? Шесть вроде бы, значит, должен идти вроде как. Слушайте, вы слышали, что сказал Абаскаль, что он не знает случаев, когда тренер был возглавлял и сборную, и клуб? То есть чувствуется, или он борзый, или чувствуется особая его любовь к вам? С чем это связано, не знаю, как бы, но говорит и говорит. Даже вам по барабану? Ну, естественно, как обычно. Как обычно. Ну, можешь просто подсказать уже, там, Дон Фабио Олейша уже подсказал, что в Бразилии тоже есть там тренер-совлетитель. Ну, вот здесь люди, которые без меня. Вы вообще, у вас нет контакта с Абаскалем? Вы не общались ни разу? Нет, ну, на поле перед игрой там. Ну, как со всеми. А на зимнем кубке РПЛ? Ну, так же. Ну, все еще. Перекидывались, там, парой фраз перекинулись, и все. Вы много лет играли. Ну, и опять же здесь, вот, вдогонку к тому. Я вот, людей опять же, людей не понимаю. Так, которые говорят, я не знаю ни одного тренера, который тренирует, да, и клуб, и сборная. А они знают хоть одну сборную, которая забанена на неопределенный срок? Вот эти люди, которые говорят. Нет, это говорит один человек. А? Это говорит один человек, не люди. Нет, ну, еще есть еще другие, которые говорят. А есть какая-то сборная, которая забанена на неопределенный срок? Вопрос. Вы знаете такой? Ну, в Кении там что-то. Ну, в Кении там что-то. Ну, в Кении там что-то. Ну, где-то установили. Ну, где-то установили. Ну, где-то установили. Есть еще такая сбора? Ну, окей. Много лет играли, много лет тренируете. Какие-то перепалки, драки, стычки между футболистами после неудачных матчей. Часто вообще явление это нормально? Или это говорит о какой-то нездоровой атмосфере в коллективе? Да нет. Ну, это бывает. В любой, в нормальной семье. Ну, в обычной семье нормальные бывают какие-то моменты. Не знаю, что это после каждой игры. Если это будет после каждой игры. Нет, после каждой неудачной игры. Если это будет, это плохо. Если это, там, что-то бывает, случается. Случалось, наверное, у всех, у любого футболиста. Правильно ли, понимаешь, состав, который вот сегодня был. Я не помню, цвет манишки, по-моему, розовый. Где Кузяев, Головин. Где пара центральных, Осипенко, Солдатенков. Справа Волков. Слева Сильянов. Да, это основной состав на кубок. Ну, приблизительно, да. Ну, то есть, перемены могут быть вот в атаке, когда там потом Сергеев вышел. Нет? Нет, перемены могут где угодно быть еще. То, что они будут не вот от этого состава, который вы видели. Незначительные. Ну, скорее всего, да. Может быть, две-три позиции. Олег Георгиев, сейчас начинает появляться информация, что, возможно, до конца года могут открыть аэропорт в Краснодаре. Да ладно, да? Да. Круто. В Ростове не слышно? К сожалению, нет. К сожалению, да. Ну, Ростов там поближе, как бы все. Ну, все равно. Надо два часа поменьше ездить. Ну, если в Краснодаре откроют, вам это поможет? Ну, надо два часа меньше ездить на автобусе. Так до Ставрополя пять, а так до Краснодара три будет. Не очень, конечно, поможет, но хоть как-то. Прогресс. Я видел, что вы останавливали сегодня вот эту вот тренировку, когда отрабатывали выход из обороны в атаку и что-то объясняли. У вас нет ощущения, что вот это вот, ну, чересчур рискованно, то, как вы играете, когда подключается вратарь, что здесь должен быть более высокого уровня исполнителя? Не понял. Ну, что могут быть обрезы? Ну, в частности, там последняя игра, на ваш взгляд. Я понимаю, что Ростов там, Виталий Витальевич Шахман. Могут быть обрезы, конечно. Да. Ну, вот игра со Спартаком, кто ошибся, на ваш взгляд? В случае с вторым голом. И Песеков и Озипенко. А чем Песеков ошибся? Дал передачу слабую. Ну, то есть это аналог того, что было в прошлом году в ССК, когда нужно было просто сильнее. Технический брак, да. Только не у Песекова тогда, если процесс как говорить, а, по-моему, у Уткина. У Уткина, да. Борис Григорьевич, с Захаряным и Мерчуком общались отлично, может быть? Нет, не общался. Но они понимают, почему тоже не вызвали? Не знаю. Был период, когда вы говорили регулярно о том, что формируете новую команду и прочее. Но вот у меня сейчас есть ощущение, что, ну, сейчас сборная будет играть на победу, на результат. То есть я вижу, что после каждого матча, когда этот результат не достигается, допустим, с Кеннией, да, есть большое разочарование, много критики и то, что сборная должна играть на победу. То есть надо забыть этот период, когда вы формировали новую команду. Сейчас, не зависимо от того, мы играем с Кубой, не знаю, с Аретрей, да, значит, с Кеннией или еще что-то. К Мерунам. Да, надо играть на победу. Ну, так как мы всегда играем на победу. Результат принципиальный. А мы с Кеннией не играли на победу? Ну, я не знаю. Вот вы, значит, рассказываете, что, значит, не тем занимаемся. По-моему, какую хренью с Кеннией занимаемся. Кто? Не на победу. Почему? Ну, потому что невозможно было смотреть. А почему? Да я откуда знаю, почему. Нет, в таком подходу. Вы не знаете. А кто не играл на победу, тогда скажите. Не знаю. Ну, вот именно. В целом, команда, может, вы недонастроили. Все играли. Может вы не донастроили? А то есть на сбор на Кенмию надо настраивать? Количество? Получается, да. Окей. Хорошо... Не, Валя говорит, что? Значит, я недонастроил, окей. Напишите так. Так, скажите. Значит, я не донастроил. Мат instance, игроки сборной России, игроки сборной с Кении, Им нужен донастрой, чтобы обыграть Кению. Получается так. Хорошо, если проблема в донастрое или в недонастрое, а не в мастерстве. Может, в другом проблема. В чем? Может быть, в мастерстве проблема, а не в настрое. Я сейчас выйду настроенный на миллиард процентов, чтобы Кению обыграть, но я не обыграю. Будет настрой, сейчас вам дам 10 миллионов евро, чтобы обыграть Кению. Вы не обыграете ее. Вот каждому. Обыграете вы Кению из-за настроя? Или что-то еще нужно, кроме настроя? Ну, то есть, вы говорите о том, что уровень мастерства нынешней команды, даже если она не играет в полную силу, этого недостаточно, чтобы обыграть команду уровня киньи. 100%. Ни одну команду не обыграть, ну, кроме детей, если нет определенных качеств, определенного настроя. То есть, даже без, как вы говорите, до настроя, супер настроя, эта сборная не сможет обыграть даже команду медиа-лиги. Никого. Никого. Сейчас можно как-то подвести итог работы сборной за этот год, учитывая, что не было матчей только вот летом. В целом, довольны ли, что есть матчи, ну, один сбор отпустил, или два. В целом, что есть такое количество матчей, что играем, и что могли бы отметить, может быть, за этот год. Ну, беря во внимание, принимая во внимание ситуацию, в которой мы находимся, ну, да. Хотелось бы соперников уровня, там, условного Камеруна или условного Ирака, у Ирана, например. Ну, да, хотелось бы. Ну, что есть, то есть. Игорь, вам не кажется, что за последний месяц-два давление, которое на вас оказывается со стороны общественности, экспертов, болельщиков, оно выше, чем это было, например, полгода-год назад? Ну, вы не ощущаете? Я нет. Ну, потому что и сборную гораздо больше стали критиковать, и за вашу работу в Ростове частенько начали высказываться. То есть вы не ощутили какую-то разницу, что какое-то давление на вас повышенное все стало? Какое было, такое есть. Ну, то, что происходит извне или от меня независищее? Что, на ваш взгляд, происходит с Оболевым? Ну, то есть он не играет в «Спартаке»? Последняя игра 5, плюс добавленная. Ну, спросите у вас, Каскаля. Ну, я откуда знаю. Ну, вот вы видите, что... Ну, вот вы спросили про Волкова, говорю, не знаю. По двум тренировкам, которые сейчас были, вы увидели, что он там... По одной тренировке по сегодняшнему. Да, окей. А что он в худшей форме, чем был? Да нет, плюс-минус такой же. Опять же, то, что можно было увидеть за одну тренировку. Плюс-минус такой же. Вы общаетесь с футболистами? С ним не общались? Ну, вот на этом сборе еще нет. Хотели бы поговорить? Ну, лучше основной основой. С кем я захочу, с ним я поговорю. Подожди, вот подведение итогов года. Вот все ли задачи там, были выполнены, удовлетворили ли в целом? Вот команда сборная за этот год. Ну, в целом, если говорить, ну, опять же, в целом. В целом нельзя брать в целом. Кем-то удовлетворен больше, кем-то меньше. Каким-то игроки да, какие-то игроки нет. Какие-то матчи да, какие-то матчи нет. Ну, то есть, нельзя обобщать. То есть, полностью, конечно, на 100% все великолепно, все замечательно. Ну, нет, конечно. Кем-ки не можем обыграть. Возможно, и Кубу будет тяжело. Возможно, 100%. Слушайте, ну, если мы Кубу не обыграем. То что? Куда мы идем тогда, если мы не обыграем Кубу? Вот этот вопрос, вот самый главный. Куда мы идем тогда, если мы не обыграем Кубу? Давайте на него просулаем. Это вопрос самый главный. Куда мы идем? Вот там проблема, одна есть проблемерная. Ну, тогда возникает вопрос, а что должно будоражить, если не майка национальной сборной, престиж? Ну, вот и все. Вот и все. Вот там проблема, одна есть проблемерная. Ну, тогда возникает вопрос, а что должны будоражить, если не майка национальной сборной, престиж и игра за свою страну? У меня вот вопрос, еще такой же вопрос у меня возникает. Когда мы готовимся к чемпионату Европы, к чемпионату мира. готовились были товарищеские матчи с какими-то сборными не говорю сборную там не знаю испании сборная германии мы не играли таких матчей особо много что происходило тогда всегда выигрывали у условного катара условно я говорю и мы готовили к чем-то европы или к чем-то мир нет не выигрывали тогда что ситуация не кажется то что это разного характера товарищеский матч тогда это все можно списать на подготовку большому турниру сейчас вот это великолепно то есть тогда . тогда когда ты готовишься конкретно ты знаешь к чему ты готовишься через полгода через год через месяц у тебя матчи уже официальный то есть ты готовишься после aperture нет она еще что то а щас тогда что происходит от час а сейчас ничего другого нет кроме этих матчей как и этого ребенок и . экспериментировать тогда тем более экспериментов если мы не к чему не готовится тогда когда еще экспериментировать там уже экспериментировать для чего для того чтобы у тебя через месяц будет отборочный матч ты больше времени 3 будешь наигрывать но а если у тебя через полгода только или через через год или через два только официально может быть тогда экспериментировать надо они за месяц до отборочного матча даже этому разницу не улавливает не тех которые были вот эти но письма я веду от клубов информация клубов хорошо дать то что в клубе происходит вы все это видите чуть оценить то что они вызваны сборную оценка по тренировке по одной часу месси по холоду как удивились ли вы такому результату всего-то всего-то за себя над мера всего джет мера холланд просто же на отрезке там много забивал ваше мнение там холланд а кто-то месси я за месси если вы в рпл вручали золотой мяч по итогам первого круга чемпионат чтобы это был никто наверно бы ладно и случилось все коллеги спасибо большое